Здравствуйте, миландр! Здравствуйте! Про еду поговорим сегодня. Читаем вопрос. Дочери три с половиной года. Отказывается сама есть. Пробовала не кормить. Думала, что чувство голода заставит взять ложку в руки. Не заставила. Нашла кусок сухаря и съела. А что же делать? Ну, самое разумное решение – сделать всё для того, чтобы куски сухаря не находились. Как вы понимаете, решить данную проблему какими-то медицинскими методами, то есть некой волшебной таблеткой, которую мы дадим, и ребёнок после этого сам возьмёт ложку в руки, так вот медицинских способов решения однозначно нет. Папа, ты слышишь? А я что говорил? Мы уже с вами не раз обсуждали такое понятие, как избирательный аппетит. Избирательный аппетит может проявляться тем, что вот эти продукты я буду, а эти не буду. Или буду продукты этой консистенции, а этой консистенции не буду. И мы неоднократно подчёркивали, я хотел бы ещё раз обратить ваше внимание на тот факт, что единственным способом решения проблемы избирательного аппетита является чувство голода. Точно. То есть вам, вам, маме, прежде всего маме, надо для начала установить чёткие и всем членам семьи понятные правила игры. И вот вы просто должны ответить на вопрос. А в вашем доме ребёнка кормят взрослые или ребёнок питается самостоятельно? То есть я, как врач, не имею ничего против того, чтобы вы дитя кормили. Да, да, да. Мама. Но я хочу, чтобы вы просто сами в своей семье разобрались сами с собой. Ну, не бывает такого, что завтрак кормит папа, обед кормит мама, а ужин мы едим самостоятельно. Должны быть чёткие правила. Сама или не сама. Если бы правила установили, то есть мы не будем этого ребёнка кормить из ложки, то этих правил всего-навсего надо придерживаться. И поверьте мне, как правило, восьми, максимум двенадцати часов достаточно для того, чтобы мама перестала ребёнка кормить. Если за эти двенадцать часов у ребёнка не будет возможности перекусить. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Тогда уберите свои руки от ребёнковой ложки. Всего вам доброго. Приятного аппетита.